Приветствую всех! Сегодня я расскажу вам о том, на что следует обращать внимание при покупке моторного масла на цифры, которые написаны на упаковке. Что они обозначают и для чего они нужны. В частности, мы с вами разберем сегодня вязкостные характеристики масла, которые указаны вот этими цифрами 5В30 в данном примере. Первое основное это вязкостные характеристики масла. Они обозначаются, как правило, двумя значениями и индексом W. Например, 0W40, где буква W от английского слова winter, зима. Следовательно, это значит, что масса предназначена для использования в суровых климатических условиях при минусовых температурах. Первое значение 0 с префиксом W обозначает вязкостные характеристики масла при низких температурах. Чем первое значение ближе к 0, чем оно меньше, тем более низкотемпературные режимы могут выдержать данный продукт. Существует простой, немножко утрированный, конечно, пример расчета низкотемпературных характеристик, которые нужны для вашего региона. Мы берем первую цифру, это 0W в данном случае, и отнимаем от нее 40. Получаем 40 градусов по Цельсию. Это минус 40 градусов по Цельсию. Это та температура, при которой масляный насос создаст давление, и масло пройдет по масляным каналам. Ниже этой температуры использовать масло не рекомендуется в данном случае, в данном продукте. Если мы используем масло с вязковыми показателями 10W, например, отнимаем от него 40 и получаем минус 30 градусов по Цельсию. Соответственно, это масло можно использовать при температурах окружающей среды не менее чем минус 30 градусов. Это достаточно утрированный пример, конечно, показатели могут немножко разниться, но, в общем-то, он подходит для всех условий практически. Вы можете ориентироваться на эти показатели. Соответственно, если масло мы используем, например, 15W40, то температурный режим, минимальный, при котором можно это масло использовать, будет равен 25 градусам. Конечно, все это условно. Но что происходит, если мы заводим двигатель при температуре минус 40 градусов, а масло у нас залито в это время 10W40? Двигатель, конечно, заведется. Если у вас АКПБ в порядке, ДВС, в нормальном состоянии, двигатель, конечно же, заведется. Но он получит экстремальную порцию износа. Это, соответственно, скажется негативным образом на ресурсе деталей, на ресурсе трущихся механизмов. И вы в скором времени, конечно, их будете менять по очереди все подряд. Стартер, генератор и так далее. Потому что они подвержены в таком вот случае экстремальному износу. Вторая цифра. 0W4040. Это вескость масла при рабочей температуре двигателя. Рабочая температура двигателя – понятие достаточно абстрактное. Она варьируется от 100 до 130, в некоторых условиях даже до 150 градусов. Поэтому, выбирая масло по этому индексу второму, основывайте, в первую очередь, на рекомендации производителя вашего автомобиля, который всегда указан в вашей сервисной книжке. Опять же, это значение, оно очень сильно может быть разнится от использования в различных климатических зонах. Чем более высокая температура в данном конкретно вашем регионе, тем с более высокими вескими характеристиками нужно выбирать масло с более высокой цифрой. Чем более низкая температура у вас в данном вашем регионе, тем нужно использовать масло с меньшими вескими характеристиками. Я приведу в примере ниже под видео таблицу по климатическим зонам и по рекомендациям использования определенных весных характеристик при рабочей температуре двигателя для этих конкретных климатических зон. После этого видео вы можете пролистнуть страницу вниз и посмотреть. Там будет таблица, она простая, очень доступная и по ней можно ориентироваться. Она вполне себе нормально работает. Все это измеряется в стоксах. Стокс. Это единица кинематической вязкости. 1 стокс равен 1 см в квадрате в секунду. Вязственные характеристики и жидкость кинематические измеряются в сайте стоксах. Это единица, которая в 100 раз меньше, чем 1 стокс. 1 стокс. Если есть желание, залезьте в Википедию и почитайте, что это значит более конкретно с точки зрения химии. На этом все. Спасибо. Продолжение следует...